Идея проекта создания группы помощи морским животным к нам пришла года три назад, после знаменитого спасения касатки Вилли. В Сахалинской области очень часто бывает, что выбрасываются животные на берег, часто бывают запутанные животные. И поскольку таких организаций в Сахалинской области нет, мы решили, что она очень необходима нам и ее создали. Мы тогда обучили первую группу волонтеров, прошли несколько тренингов, но поскольку нужно дальше развиваться, было принято решение написать заявку в фонд президентских грантов. Мы получили этот грант, обучили еще одну группу новую, изучали и биологию, и к ним приезжали специалисты, проводили тренинги. Несколько прошло учений, несколько прошло практик, и подсчет морских млекопитающих мы выезжали, изучали сивучей, считали их, снимали. И постоянно мониторим, какие животные где выбрасываются, потому что мы даже берем биопсию с мертвых животных, чтобы эти данные передавать ученым, потому что они очень помогают в науке, такие данные. Не надо вот так вот бросать, потому что это силы, разматывать что-то, это не надо. Можно вот так вот бросить или вот так вот, если позволяет, вот. Ярким отпечатком, в первую очередь, это останется вот практические занятия, которые были с международными специалистами, которые сами принимают такое участие в спасении животных у себя там за рубежом. Такой проект был многоэтапный, очень много в нем было мероприятий. Провели семинары для сотрудников Государственной инспекции маломерных судов, потому что они очень часто находятся вблизи берега, и одни из первых, кто видит какое-нибудь млекопитающее, которому нужна помощь. Плюс еще в этот проект входило обучение в районах. Многие прибрежные города, у них нет возможности приезжать в Южно-Сахалинск учиться, поэтому мы выезжали в районы с семинарами, где тоже рассказывали людям, как правильно спасать морских животных, и самое главное, что не нужно делать. Когда люди встречают на берегу детенышей тюлени, люди как бы их спасают, пытаясь загнать их в воду. Человек считает, что он его спасает, на самом деле наносит вред. Тюлени на суше имеют такое же право находиться, как и в воде. Благодаря этому проекту население больше узнает, насколько оно причиняет вред окружающей среде, и, в первую очередь, насколько благодаря самому человеку можно минимизировать и, в принципе, ограничить вред. Мы создали информационные буклеты, которые тоже рассказывают, как нужно спасать животных и что не нужно делать. Эти информационные буклеты мы раздаем сейчас везде на всех мероприятиях жителям, чтобы они знали, к кому обратиться, если вдруг они нашли животного, которому нужна помощь. Мы создали настольную игру «Морские друзья», с помощью которой дети, играя, могут изучить этих морских млекопитающих. Они могут понять, что в Сахалинской области есть 23 вида морских млекопитающих. В будущем, ну, хочу тоже войти в группу «Друзья океана». Я просто понимаю эту важность, что если не будет таких людей, то многие животные просто вымрут, и у них ничего не останется, кроме как статьи в каких-нибудь энциклопедиях. Если чутки например «Морские друзья» , об오кнутся по этому поводу, у них легко перебfly, поэтому начали куда-то ещёsticks и в самые momentos. Эти bölги «Морские друзья» в этой면에 timer . Завтра